Друзья, всем привет! Сегодня я предлагаю приготовить ментай по-итальянски. Это может быть любая белая рыба, но у меня есть ментай. Включаем секундомер, для того, чтобы понимать, сколько времени у нас уйдет на приготовление. А в конце мы подведем итоги и узнаем, сколько нам ментай будет стоить по деньгам. Пока мы еще не начали готовить, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк авансом. Я уверен, вам этот рецепт понравится. Что мы делаем с ментаем? В первую очередь, нам его нужно хорошо высушить, убрать лишнюю влагу из него. Берем бумажное полотенце и промакиваем с двух сторон. Очень важно ментай еще раз проверить, хорошо ли он почищен. Мы его обсушили, теперь мы берем его и режем на порционные куски, какие вам нравятся. Берем муку, обваливаем муке каждый кусочек и будем обжаривать. Добавляем хорошего оливкового масла и добавим сюда кусочек сливочного масла. Переворачиваем до золотистой корочки. Обжарили, убираем. Теперь берем красный лук и нарезаем его перьями. Лук нарезали, теперь разделяем на перья. Теперь в сковородку, где жарилась рыба, добавляем немного воды. И теперь будем здесь тушить наш лук. Пока лук тушится, порежем маслины. Маслины режем на кружочки, вот так вот, на три части. Раз, два. Как здесь лук? Так как здесь рыба жарилась в муке, остатки муки остались вместе с ароматами рыбы и лук тушится в таком соусе. Видите, здесь не совсем вода, а получается вот такой вот соус. Нам нужно довести лук до такого состояния, когда он станет мягкий. Дальше, нам понадобится еще буквально три кружочка острого перца. Мы добавим в лук. И прожарим вместе с луком. Мы добавляем грамм 50-70 сухого белого вина. И дальше тушим лук в белом вине. Тушим до того момента, пока испарится весь алкоголь. Лук протушился. Теперь нам нужно его немножко посолить. Поперчить. И дальше мы будем сюда добавлять помидоры пилати. В оригинальном рецепте сюда добавляются обычные помидоры без кожуры. Но сейчас зима, хороших помидор нет, поэтому идеально добавить сюда вот такие вот помидоры пилати. И сейчас добавляем сюда маслины. Это все обжариваем, перемешиваем. Нужно добавить еще соли. Здесь сейчас вот густовато, нужно добавить воды. Я думаю, что все. Вот теперь то, что нужно. Теперь берем и сюда погружаем рыбу. Накрываем крышкой. Ставим огонь на минимум. И тушим минут 5-7 буквально, чтобы рыба пропиталась этими соками, ароматами, вкусами. Пока рыба тушится, порежем базилик. Базилик порезали. И нам осталось еще натереть сыр моцарелла. Идеально. Готово. Теперь открываем рыбу. Ай, класс. Добавляем базилик. Аккуратно все это перемешиваем, чтобы не повредить кусочки рыбы. Аромат пошел класс. Посыпаем моцареллой. Накрываем крышкой. И выключаем. 25 минут. Ментай по-итальянски готов. Ну что, друзья, попробуем, насколько вкусно у нас получилось. 5. Рыбка. Сыр. Овощи. Друзья, вы не поверите, насколько это вкусно по-итальянски. И это все мы приготовили всего лишь за 25 минут. И обошлось нам это все 3 доллара 50 центов. Если эту порцию разделить на троих, то одна порция получится всего лишь 1 доллар 15. Попробуйте, и вы убедитесь сами, насколько это просто и вкусно. С вами был Роман Щегло. Канал Время, Деньги, Еда. Приятного аппетита. Редактор субтитров А.Семкин